всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня вечерком я вместе с вами хочу приготовить печенье песочные колечки с орешками я готовлю чаще всего с грецкими орехами кстати давно не готовила мои мужчины тут мне напомнили очень любим мы всей семьей такое печенье я как раз приготовлю у меня колечки получаются такие достаточно большие но безумно вкусные вот и попутно поделюсь рецептом вместе с вами также у меня спрашивали по поводу моего новогоднего подарка который я сделала сама себе это погружной блендер вольмер и как он мне пользовалась я им и так далее конечно же я им пользовалась уже много-много раз он не очень сильно нравится девочки он но я не знаю хорошая техника это всегда просто потрясающий помощник для каждой хозяюшки на кухне что мне в нравится у него острые ножи он достаточно такой мощный не нужно знаете вот по 10 раз там нажимать постоянно эту кнопку он буквально я не знаю пару секунд он перемалывает все причем вот так как мне нужно вот это просто идеальный для меня помощник на кухне мне очень нравится я вам сейчас его покажу во-первых мне нравится его хранение я вам распаковки оставлю ссылочку кому интересно внизу под видео где я показываю все что ну полностью распаковку когда мне привезли оставлю ссылочку на это видео вам внизу в инфобоксе ссылки на него я тоже оставлю внизу инфобоксе там была такая подставка под насадки я вначале подумала что мне это не пригодится на самом деле эта подставка безумно удобная насадки нигде не валяются не разбросаны все лежит в одном месте и мне это очень сильно нравится вот и плюс мне нравится форма самой чаши в которой до измельчается потому что он измельчает вообще идеально то есть не нужно открывать перемешивать и потом снова закрывать включать он перемешивает все просто идеально мне безумно нравится этот блендер ну и давайте я вам сейчас покажу блендер еще раз и будем с вами готовить печенье вот у меня девочки мой блендер храню его вот таким вот образом и я на самом деле почему он показывал потому что думала что мне вот эта подставка не пригодится но на самом деле это очень удобно посмотрите насадки не валяются а находятся вот здесь еще очень удобно что вот эта вот штучка она же имеет такие острые очень острые ножи она вот так вот здесь вот об и все и вы не порежетесь ничего такого не происходит мне это очень нравится вот эта подставка и вот эта чаша чаще всего сейчас конечно я пользуюсь вот этой чашей и мне она безумно нравится знаете чем посмотрите какой она формы видите она книзу немножко такая зауженная и не нужно то есть вы нажали да как чтобы он заработал не нужно при этом каждый раз открывать крышку ложкой перемешивать и снова включать чтобы у вас все перемололось вот я чаще всего пользуюсь вот этой чаши я уже говорила когда делаю котлеты я перемалываю здесь лук вместе с булочкой и просто на раз-два все перемалывается очень быстро и мне не нужно лазить ложкой перемешивать чтобы у меня и лук тоже перемололся вот это мне безумно нравится в этой чаше поэтому я прям от всей души могу вам посоветовать здесь еще вот такие резиновые ножки она у меня тут помыта как раз вот она не елозит за счет вот этих вот ножек то есть очень плотно стоит на месте и никуда не соскальзывает не пытается убежать и так далее плюс вот эта форма чаши это конечно просто я не знаю очень удобно наши находится внизу наши мега острые поэтому все раз-два и все у вас готово мне это очень безумно нравится что я очень довольна своим подарочком на новый год и вам тоже конечно же от всей души советую ну и давайте начнем делать наши песочные колечки значит нам потребуется 200 грамм масла ну где-то пачка получается одно яйцо у нас будет идти на обмазку и два яйца пойдут у нас как раз таки в тесто дальше 150 грамм сахара обычного муки примерно 450 500 грамм на смотрите когда будете замешивать тесто по рецепту также идет ванильный сахар но у меня его нет поэтому я буду использовать ванилин и разрыхлитель тестом и также орешки в моем случае это грецкие орехи можно использовать обычный арахис некоторые предварительно обжаривают орехи в некоторых рецептах я такое встречала но я так не делаю я беру прям сырые орешки и я не вижу смысла на самом деле их обжариваю вначале мы спешиваем масло с перетираем масло с сахаром и ванилина в моем случае я добавила где-то половинку вот этого пакетика хорошенечко перетираем взбиваем можно так сказать далее мы добавляем соль где-то одна четвертая чайной ложки по рецепту получается ну где-то примерно щепоточка соли сюда необходимо я больше в принципе не кладу и 2 яйца и все это будем хорошенечко перемешивать вот я хорошенечко все перемешала и теперь мы сюда будем добавлять уже муку с разрыхлителем тесто перемешанную я всегда муку просеиваю даже если в рецепте это не указано в данном рецепте это не указано но я всегда просеиваю не знаю мне кажется тогда получается выпечка как-то лучше что ли и я добавляю понемногу муку перемешиваю вначале ложкой потом уже замешиваю рукой почему я так делаю потому что уже горьким опытом скажем так научена мука бывает разная рецепты бывают разные и раньше у меня бывало такое очень часто что я просто слишком много добавляла муки и соответственно печенье и вообще любая выпечка получалось уже невкусно и поэтому вот понемногу добавляю но у меня где-то ушло наверное грамм 400 но чуть-чуть побольше то есть даже не 450 примерно до муки у меня ушло в общем будем замешивать такое песочное тесто вот такое тесто у меня получилось такое и мы сейчас будем накрывать его пленочкой и убирать в холодильник на 2-3 часа где-то примерно так я накрываю кстати обычным не пищевой пленка просто обычным пакетиком вот таким вот покупаю пакеты вот эти вот одноразовые и накрываю и будет стоять у нас холодильник чтобы масло застыл ну что постояло у меня это тесто где-то два с половиной часа примерно так в холодильнике оно такое уже застыло хорошенечко вот и сейчас будем его раскатывать сами вот эти колечки я буду делать вот такой формы у меня был набор по фикс прайсе я покупала половину из него растеряно и буду вот такую рюмочку еще использовать чтобы дырочка получилась не сильно большой так сказать подручными средствами всякими пользуюсь вот в общем будем раскатывать тесто наши песочные колечки я складываю на тарелочку и отправляю в морозилку примерно минут на 10-15 для того чтобы их удобнее было обмакивать в орешки чтобы они не были такими очень мягкими но и делаем нашу маску яйцо взбиваем одно и измельчаем орешки орешки повторюсь могут быть любые какие вы больше всего любите но мы любим нас грецкими орехами и вот мой блендер в деле скажем так буквально пару секунд и орешки полностью измельченные так как мне нужно я не делаю их слишком мелкими но и не слишком крупными как раз вот то что мне нужно я не ускоряла это видео как есть показываю расхвалила вам блендер но действительно вещь очень хорошая очень стоящие девочки я вам всем конечно же рекомендую за удобство вот эта форма этой чаши опять же резиновые ножки которые там внизу ничего не скользит никуда не убегает мне это безумно нравится выкладываем наши орешки вот на такую тарелочку на любой в принципе да чтобы удобно было обмакивать их яйцом я обмазываю именно они обмакиваю колечки в яйцо потому что мне так удобнее не на они так как бы сохраняют свою форму скажем так и потом обваливаю уже непосредственно в орешках и выкладываю на противень вот такие вот они у меня получились и тут еще маленький остаточек из теста я его тоже обязательно сюда положила ставим духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут все зависит от вашей духовке смотрите по готовности главное их не пересушить иначе они будут очень очень твердыми ну что колечки наши готовы постояли они у меня 17 минут вот такие вот они получаются в доме безумно безумно вкусный аромат очень они ароматные аппетитные мы всей семьей их любим вот и сейчас буду их как раз перекладывать в тарелочку вот такая вот у меня красота вечером получилось к чаю вот и некоторые в рецептах посыпают еще сверху пудрой сахарный я такого не делаю мне кажется эти колечки так достаточно сладкие плюс мои мужчины не любят когда сильно приторно-сладкое печенье вот я тут остаточек попробовала внутри он получается мягкий и очень очень вкусные так что всем советую кто еще не пробовал такой рецепт обязательно сделайте я кстати как-то делала даже из смеси орехов то есть у меня были разные тому фундука грецкие разные разные тоже также измельчила и получилось тоже безумно вкусно мне кажется орешки можно использовать любые так что на такой вкусной ноте на сегодня я буду с вами прощаться все ссылочки я вам оставила внизу инфобоксе ингредиенты этого печенья в том числе обязательно переходите смотрите но я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч